Воскресший Господь, сегодня ты посреди нас, коснись своей рукой, Боже, наше сердец, Боже, дай сердце новое нам, Боже, открой наши уши, чтобы слышать тебя, открывай наши глаза, чтобы видеть тебя, дай нам те же чувствования, что и в тебе, дай нам хорошее, здоровое, нормальное желание подражать тебе, идти за тобою, прославлять тебя. Слава, слава и хвала тебя, величественный Царь, ты самый, 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 ты самый красивый, ты самый умный, ты самый сильный, и нет никого подобного тебе, аминь, 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 и самому, 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 самые большие аплодисменты великому Богу. Аминь. 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 Ему вся хвала, Ему вся слава и честь, аминь, аминь, аминь. Присаживайтесь, пожалуйста, возлюбленные, братики, сестрички. Слава Богу. Друзья, я рад тому, что сегодня мы вместе. Вчера здесь, в этом же помещении была такая насыщенная, незабываемая встреча. Я очень благоставлен этой встречей, вашей молитвой. Те, кто пришел сегодня, я многих вижу первый раз. Я очень благодарен Богу за то, что вы пришли сегодня. Спасибо Богу за то, что Он усмотрел мою поездку эту замечательную. Спасибо, пастор Николай, за гостеприимство. Спасибо всем вам за молитвы, за устройство. Вам большой привет придаю от моей семьи и от моих церквей. Я ношу клобук этот, но я не монах, и таковым не был никогда. И особо не страдаю от этого. Я человек женатый, у меня супруга, шестеро детей. У нас с супругой три мальчика и три девочки. От них от всех огромный вам шалом. Огромный привет. И вам того же. Некоторые, когда слышат, шестеро детей говорят, ну, мои соболезнования. Ну, стараемся, выполняем президентскую программу. Но вы знаете, друзья, это благодать, это награда от Господа. Я Богу за это очень признателен. И, друзья, конечно же, от наших церквей передаю большой привет от украинской реформаторской православной церкви, а также от российской православной обновленческой, не обновленческой, обновленческой церкви, от наших батюшек, матушек, от всех любящих Господа. И я сегодня с вашим пастором был в гостях, тоже в церкви Ольвиста. Мы видели тот храм и были в том храме, где в 70-е здесь, в этом городе замечательном, Господь совершал удивительное. Господь вызов бросил всей системе атеистической. Вызов бросил всему Советскому Союзу. То есть стране, о которой каждое утро нам пели в наши уши, что он нерушимый Союз Республик Свободных и что навеки он соединен. Но однажды мы проснулись и на тебе. Где этот нерушимый теперь находится? Его и в помине теперь нет. Друзья, Бог совершил чудо на нашей земле. Но тогда в 70-е, когда казалось это все несбыточной сказкой далекой, казалось нереальным и казалось, что все, коммунизм уже на века уже. Казалось все, концлагерь на веки. Казалось все, свобода задушена. Казалось все, нет, казалось не будет уже проповеди слова свободной, Божьего слова. Но пришло удивительным образом, удивительным образом. Это свобода, это единство, это чудо, Божье чудо. И, друзья мои, есть о чем размышлять, поразмышлять, посещая вот такие места пробуждений, былой славы Божьей. Есть о чем поразмышлять. И я думаю, что то, что было тогда в 70-е, здесь, в Таллине, это, я думаю, была увертюра великого пробуждения последнего времени. Это было начало великого пробуждения нашего времени. Слава Иисусу Христу! И да будет так. Так, вчера на той встрече я называл некоторые моменты, некоторые задачи современной реформации, православной церкви, а также христианства в целом. Потому что я верю в то, что реформация, обновление необходимы не только нашей деноминации, но и вообще всему христианству, поэтому я и здесь, собственно. И я надеюсь на то, что мы поймем друг друга сегодня и будем внимательны к тому, что Господь говорит в Слове Своем. И Господь да поможет нам в этом. Друзья, долгое время я считал, что вот такие церкви, вообще протестантские церкви, не православные церкви, я считал это все секта, ересь. И вот честно скажу, если бы мне сказали когда-то, вот лет 15 назад, что дорогой батюшка, отец Сергий, а я служил раньше священником, просто сельским батюшкой, служил на приходах в Рязанской, в Брянской областях, в традиционной, не обновленческой, а традиционной русской православной церкви, в Московской патриархата. И вот, если бы мне сказали бы тогда, что ты будешь проповедовать в протестантской церкви, в собрании вот таком, в собрании 50-ников тем более, тем более 50-ников. Это даже не баптисты. Говорили, что баптисты, они хотя бы потихоньку сходят с ума. Но 50-ники, они буйные. И вы знаете, друзья, я бы не поверил тогда, но как я дожил на жизни такой, что вот я сегодня стою здесь, в собрании 50-нической церкви, и нормально себя чувствую. Во-первых, это Библия сделала со мной. Божье слово. Вообще, Иисус сказал, мы вчера это записывали, место Писания, можно сегодня тоже его пометить в наших конспектах, запомнить, зафиксировать это место Писания в памяти. В Евангелии от Иоанна, оно записано 8.32. Евангелие от Иоанна, 8.32. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. То есть, познание истины приносит нам освобождение. И в том числе, освобождение от наших предрассудков, суеверий, заблуждений всевозможных, всевозможных колдовства религиозного. И сегодня я Богу благодарен за то, что Он сделал со мной то, что Он сделал. Он сделал меня свободным от многих очень заблуждений. Раньше я полагал так, что Дух Святой дышит только лишь в моей динаминации. Вот сюда дыши, сюда не дыши. Дыши, не дыши. Но вы знаете, Дух Святой дышит где хочет. Невозможно его заставить дышать туда, куда он не захочет дышать. Помните Высоцкого, как пел раньше он? А в России ведь купола кроет золотом, чтобы чаще Господь замечал. Не слышали? Помните? И на самом деле это не Высоцкий придумал. Это было такое суеверие в средневековье, когда считали, что наши предки считали, что покрытый купол золотом покрытый, он привлекает внимание Всевышнего, и что Господь однажды как бы с высоты своего полета, Он как бы взглянет на землю и увидит, что там блеснуло. Ну-ка, ну-ка, ну что там такое? Да. И он опустится на землю, посмотрит, это купол, и вот однажды он захочет посмотреть, что же находится там, под этим куполом, посмотрит, там люди с их проблемами. И возьмет, да и ответит вдруг однажды на эту проблему. Вы знаете, вот такие представления, такие нам сейчас кажутся смешные представления эти, но люди на самом деле несли последние копейки порой, но чтобы в их городе был храм, покрытый этим золотом. Но Господь замечает не это золото. Это золото земное, оно на небесах ничегошеньки не стоит. Он замечает золото нашей веры, Он замечает золото наших сердец, Он замечает то, что для человека порой ничего не значит вообще. И в глазах многих людей, может быть, не имеет никакой ценности, Но Бог замечает именно это. Слава Иисусу Христу. И Господь тогда, 10 лет тому назад, в 96-м году, ломал мое старое представление о церкви. Ломал мою старую, как вот называют ее, экклезиологию. То есть учение о церкви. В Библии, в Божьем Слове, удивительным образом, оказывается, Божий Святой Дух записал, вдохновил писать это, слова Иисуса. И Иисус сказал, что где двое или трое будут собраны во имя мое, там и я посреди. То есть Иисус, Его экклезиология, Его учение о церкви гораздо проще, чем наши семинарские, такие напыщенные учения. Богословы написали за эти столетия десятки пухлых томов об экклезиологии. О том, что же есть настоящая церковь, и где есть настоящая церковь Иисуса Христа. Ломают копья до сих пор. Экклезиологический спор, как его называют, уже почти 2000 лет раздирает церковь Христову. Но 1700 лет это точно уже. И люди уже 1700 лет фактически ломают копья на этом поприще богословском, доказывая, вот наша деноминация, она правильная. Вот такая-то церковь истинная, а такая-то неистинная. Такие христиане настоящие, правдошные, а такие неправдошные. Но Иисус, я думаю, пришло время в это последнее время, в эти последние времена прислушаться к Его словам. К словам Иисуса Христа. Он сказал, где двое или трое, собранное во имя мое, там и я посреди. Мы можем по-другому мыслить. Я помню представление некоторых братьев, писятников, не в обиду будет сказано, и я проповедовал в одной из церквей Писятнического братства Украины. И один раз только это было в этой церкви, и больше меня не приглашали. В эту церковь. В эту церковь. Знаете почему? Диакон в этой церкви, после уже служения, он подошел и стал так вот, как бы так вот, ну, чтобы меня не обидеть, но как бы, и надо все-таки сказать. Знаете, вот у нас другое учение. Вы высказали мнение, с которым наш братский совет категорично не согласен. И даже братья многие обиделись на вас, вот, за то, что вы сказали. А что же, думаю, сказал? Я стал, как бы, так прокручивать свою проповедь. Вроде никакой ереси я так не сказал. Он напомнил мне. Оказывается, я в проповеди высказал мысль, что и баптисты тоже спасаются. А это была старая обида этого братского совета. Это была больная мозоль, на которой нельзя было наступать. Я же не знал этого. Я же не знал, что в этой церкви и в некоторых других церквях было понимание такое, что если человек не молится на иных языках, то он не попадает в рай вообще. Он не спасен. Странно, немного учения для меня. Вот, но я понял проблему этой церкви. И посещение вот церкви Ольвеста, оно меня еще больше в этом, как бы, ну, подтопнуло к таким размышлениям. Ведь пробуждение начиналось у баптистов, в баптистской деноминации. Казалось бы, значит, не такой духовной, недостаточно, как бы, продвинутой в духе. Но дух дышит, где хочет. И я убежден, что он, если он захочет дышать, он может там дышать, где мы даже не можем вообще предполагать вообще. Слава Иисусу! И, друзья мои, братья и сестрички, сегодня, в эти последние времена, Господь, Он не просто ломает наше старое представление о церкви, но и на самом деле, как вот в молитве это было высказано уже здесь, Он входит в церковь и переворачивает какие-то старые представления вообще христианские. Старые твердыни ломает. Какие-то системы ломает. Помните, вот на самом деле, его этот погром в храме, там, в Иерусалиме, когда он зашел и стал опрокидывать эти столы, ломать эти клетки, отпускать этих птиц на свободу, он опрокинул эти столы миновщиков монет не потому, что ему курс не понравился, там, доллар или евро или чего-то еще. Понимаете ли, ему сам принцип не понравился, я так понимаю. Принцип, что из великой и святой идеи люди опять сделали, ну, просто какую-то похабщину, опошлили то, что, ну, свято, для Бога даже свято. Его дом, дом молитвы, Божий дом, дом молитвы, а выгод превратили его в вертеп разбойников. Божий дом, это дом молитвы, а люди превратили его в вертеп разбойников, в очередную такую религиозную, мафиозную структуру. Друзья мои, и церковь Нового Завета может наступать на те же самые грабли, попадать в те же самые проблемы, но есть выход стать домом молитвы. Вернуться к первоначальному замыслу Творца. И церковь Иисуса Христа, она должна стать домом молитвы для всех народов. Домом Божьим, домом молитвы. А это не просто построить здание и написать. Дом молитвы. Я видел много таких построек, никто не написал еще в вертеп разбойников. Все пишут. Да? Прошу прощения, у кого пикап, Мерседес пикап, впереди стоит, не может выехать машина. Человек едет в аэропорт и улетает. Поэтому, у кого Мерседес пикап, стоит впереди, пожалуйста, отгоните свой автомобиль. Если он очень на месте. Да. И просьба, а также выключить мобильные телефоны. Не позорьте себя, друзья. Угу. Спасибо. Да, на здоровье. Кстати, я проповедовал в Назарете, в родном городе Иисуса Христа, где он провел почти всю свою сознательную жизнь. И вот, значит, я проповедовал там в одной еврейской общине. И рэбе, ну, как по нашему пастор, да, этой общины, он, это был субботний день, это был шаббат, и он в начале служения, достал мобильный телефон, и сказал, мы сейчас помолимся одной такой еврейской молитвой. Очень интересной. Достаньте мобильные свои телефоны. Все достали телефон. Думаю, что же странная такая еврейская молитва. Это что будет? Будет связь такая со Всевышним? Быстрая такая. Без роуминга. А он сказал, значит, благословен Господь, примерно так молитва выглядела. Благословен Господь, давший нам мобильную связь, и повелевший ее отключать во время служений. Шаббат. И все нажали. Интересно. Понравилось мне очень. И, друзья, давайте по порядочку. Давайте по порядочку. Я думаю, что вот в этих материалах, что вы сможете приобрести и дальше распечатывать, да, там будет много полезного и важного. Я рад тому, что материалы, которые попадали вам, обновленческой церкви, они у вас не лежали мертвым грузом, вы их использовали, вы их давали читать другим братьям, сестрам, другие динаминации, православным вашим знакомым. Я очень рад за это. Спасибо вам огромное. От имени Господа, во-первых, конечно же, спасибо за вашу работу. Потому что это дело Божье, на самом деле, друзья. И я вижу, что вот в этих небольших материалах, но истина, которая освобождает тысячи и тысячи сейчас душ в России, в Украине, в Белоруссии и в вашей стране, я убежден, тоже освобождает многих, многих, от сетей этих религиозного православия, от сетей оккультного православия. Я убежден, что пришел конец православию оккультному. И пришло начало новому православию, православию Иисуса Христа. Православию, которая будет проставлять Бога в духе и в истине. Которая не будет позорить Его многобожием, но будет проставлять. Которая не будет позорить Бога Идолопоклонством, идолослужением, но будет Бога проставлять в Духе и Истине. Слава Иисусу! И, друзья мои, здесь, среди этих материалов, да, здесь, во всех этих газетах есть мой e-mail. Пожалуйста, пишите, я смогу высылать, или наши священники, мы сможем вам высылать в электронном варианте все эти материалы, используйте их, дальше распространяйте своим друзьям, пересылайте и так далее. И в этих материалах, собственно, ничего нового. В этих материалах, в чем их уникальность? Лишь, наверное, в том, что, для протестантов это, наверное, вообще-то тоже взрыву подобно, что православию Бог дает шанс встать на евангельское русло, на библейский путь. Там ничего такого нового нет. И вообще для Церкви Христовой сегодня прекрасный шанс услышать Господа и отворить Ему дверь. И чтобы Он вошел, и чтобы вечерил с нами, и чтобы мы с Ним были, провели вечер, ужин цивилизации, завершение человеческой истории, чтобы оно было не скомканным, не жеванным каким-то, а чтобы оно было прекрасным, благоставленным. Чтобы последние поколения верующих, чтобы могли не просто как бы, а бы как бы дотянуть бы до Царства Небесного, а достойно встретить Иисуса Христа. Достойно Его подготовиться к этой встрече и достойно на подобающем уровне Его встретить. Слава Иисусу! И я думаю, что в православии также отводится роль немаловажная в этом. Немаловажная. Я слышал многие пророчества от братьев, сестер, старых верующих из старых писятнических церквей. И они говорили, некоторые из них, бабушки подходили ко мне, сестры старшие подходили, которые уже по 50 лет верующие и даже больше того. И они говорили, что еще девчонками, еще в собрании, в старых писятнических собраниях, они слышали пророчества, что в последние времена Бог будет воскрешать православие. Что в последние времена Бог будет крестить Духом Святым. Многие священников православных. И говорят, мы девчонками еще и верили, и не верили. Мы смотрели на наших попов, и нам казалось, какая там реформация, какое там крещение Духом Святым. Значит, им совершенно не до того. Вот, но многие из этих сестер, они плакали и говорили, мы увидели исполнение того, начало исполнения того, о чем мы слышали еще девчонками в пророчествах в этих старых церквях. И для меня это, я слышал, когда вот эти слова, для меня это было таким переворотом. Для меня это было таким ободрением, таким вообще. Я понимал, что я не просто вот так, с бухты барахты, откуда-то свалился вообще. Вот, значит, я не просто, значит, как белая ворона, значит, но, друзья мои, ну, сегодня в красном, правда, значит, я понял одну вещь, что в этом мире на самом деле закон о диалектике, что ниоткуда ничего не появляется. Есть кто-то, кто был перед нами, кто молился за это. Кстати, даже свобода сегодня, которая есть у верующих в странах бывшего союза, это не просто что-то упавшее вот так вот с неба, значит, ни с того, ни с сего, на ровном месте. Вот однажды она упала, как бы, и вот мы с ней при чем. Друзья, этому предшествовала очень большая молитва. Многие верующие, братья и сестры, они костьми легли там за Уралом, они из Сибири не вернулись, они кровью платили за эту свободу, они молились, и сами они не насладились этой свободой, может быть, да, многие из них, но они верили и осуществляли ожидаемое. Были уверены в невидимом. И когда есть люди в стране, которые уверены в невидимом, Бог осуществляет их ожидания. Бог осуществляет то, что Он положил им же на сердце. Слава Иисусу Христу! Господь дорогой, дай в наши сердца, помести в наши сердца свои святые планы, свою мечту и исполни ее. Аминь. И возлюбленные братья и сестрички, в 96-м году моя реформация начиналась через Божье Слово. И я глубоко убежден, что любая реформация в любой деноминации, где бы она ни была бы, она всегда выражается, один из важнейших, как бы, характерных признаков реформации именно. Это возвращение к первоисточнику учения христианства. Это возвращение к первой любви. Это возвращение к Библии. Это возвращение к тому, откуда проистекла вообще церковь. Друзья, и так бывает и в жизни отдельного верующего, и так в жизни поместной церкви, и так в жизни целых деноминаций это происходит. Друзья, и так оно будет и в православии. Я прошу ваших молитв за то, друзья. Я прошу прощения, кстати, у многих из вас, я хочу просить прощения, знаете, очень интересной такой даже молитвой. Я думаю, помолюсь еще этой молитвой. Ведь многих из вас оскорбляли. Многих из вас называли, может быть, на работе, или где-то еще, ты сектант, или сектантка. Ты какой-то не такой верующий вообще, надо вообще разобраться с тем, во что же ты веришь вообще. И ты веру продал, предал, потому что в какой родился, верив такой, должен умереть. У вас своя вера, у нас своя вера. Наверняка многим из вас такие вещи приходилось выслушивать. Я сам говорил подобные вещи. Может быть, не так, как бы Ириана, но при случае, при возможности, не упускал такую возможность в огород протестантов бросить камешек. Конечно же, я говорил, что у них свой Бог, у нас, говорю, свой Бог. У нас своя вера, у них своя вера. И, друзья, дьявол так радуется вот таким раздором. Дьявол так торжествует вот таким раздором. Потому что это его стратегия. Друзья, но стратегия Бога в эти последние времена, нам быть в единстве, не просто административном единстве, не просто в таком, как бы, суперцерковном единстве, но в духе и истине. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 17, 17 сказано, «Освети их истинную Своею, Слово Твое есть истина». То есть, молясь о единстве верующих, Иисус сказал, каким образом, на каком фундаменте можно достичь настоящего единства. Настоящее единство – это не винегрет какой-то. Это не то, что смешает в кучу наших и ваших. Это не такая сборсолянка такая религиозная. Давайте признаем друг друга хорошими. Мир, дружба, жвачка. Все. Настоящее единство, настоящее христианство, христианское единство, оно на фундаменте, Божьем фундаменте, на фундаменте Божьего Слова. Это есть настоящее единство. Не формальное, реальное, не структурное, а в духе единства. Слава Иисусу! И, друзья мои, Господь да поможет нам преодолеть вот эти препятствия. И я прошу ваших молитв и вашего еще большего усердия вот в деле реформации. Может быть, Бог усмотрит в ближайшее время и в вашем городе, и в вашей стране вот именно возрождение таких обновленческих общин. Тем более, что у вас здесь больше свободы, и в частности религиозная свобода, чем в России. Но я думаю, что Бог усмотрит таки в Прибалтике возрождение обновленческих православных общин. Но это не просто параллельная структура. Я полагаю, что Божий замысел, он гораздо шире. Я полагаю, что Божий замысел в том, чтобы в каждом храме православном, в каждом вообще собрании звучало Божье Слово. И не просто внешне было преклонение перед Библией, а изучение ее. Друзья, некоторые мне говорили, а как нам теперь поступать? Вот вы рассказываете, я буду еще говорить сегодня об этом. Вот вы рассказываете о заблуждениях многих. И как нам теперь в храм ходить? И куда нам, в какой же храм нам теперь ходить? В какую же церковь нам теперь ходить? Некоторые подходят и спрашивают меня. Я говорю, вы знаете, братья или сестрички, Если в церкви, в которую вы ходите, Библия не изучается, Божье Слово не изучается, просто бегите с такой церкви. Просто убегайте. Если Иисус Христос не на первом месте в этой церкви, если Он не самый первый, Он не номер один, бегите с такой церкви. Бегите. Но прилепляйтесь к той церкви, где Господь Иисус, Он самый важный. Он самый первый. И я говорил так даже некоторым. Протестируйте вашего батюшку, вашего пастора. Подойдите к нему и скажите. Пастор или батюшка там, или ксенца, или кто еще там, как ты называешься, старейшина, или кто еще. Вот, как бы он ни назывался, это в принципе не суть важные названия эти внешние. Вот, знаешь ли ты путь спасения сам? Потому что я хочу быть в твоей церкви, я хочу, чтобы ты был моим пастором. Но знаешь ли ты путь спасения? Уверен ли ты в спасении вообще сам? И знаешь ли ты как вот идти? Куда идти? Если человек не знает пути спасения, беги с такой церкви. Тебе там не место. Потому что тот, кого Бог ставит пастором, руководителем общины, священником, епископом, он не имеет морального права быть, исполнять эти обязанности и не знать пути спасения, пути Евангелия. Мне стыдно за некоторых наших служителей. Ну, я имею в виду православных служителей. Вы, наверняка, слышали одного из лидеров российского традиционного православия. Это митрополит Кирилл Смоленский, Калининградский. И однажды была передача. Ну, он часто проводил передачи. Это была последняя, которую я видел с его участием. Потом отпала охота всякая, включая телевизор на его программах. Часовая программа была посвящена теме спасения. В начале этого диалога, в начале этого выступления в зале там сидели юноши, девушки. И девушка одна задала вопрос. Владыка, как спастись? В чем путь спасения? Вот примерно так. Очень простой вопрос. И вся часовая программа была построена на ответе на этот вопрос. И, друзья мои, этот архиерей умудрился целый час отвечать на этот вопрос и не назвать имени Иисуса Христа. В часовой программе, в ответе на вопрос о пути спасения, он, как христианский лидер, он умудрился не назвать имени Иисуса. Процессировав философов, Сократа, Аристотеля, кого-то из поэтов процессировав, прекрасно, хорошо подготовлена речь. Но почему, при всем уважении к Сократу и Аристотелю, неужели их сочинение важнее, чем Новый Завет и Евангелие в деле спасения? Неужели имя Иисуса не достойно быть в этой программе рядом с именами философов и мудрецов этого мира? Друзья, настоящий христианский ответ даже человека, который первый день верующий, он очень простой. Апостолы Иисуса очень просто говорили, что нет ни в ком другом спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Друзья, вот религиозное невежество, оно убивает церковь. Религиозная демагогия, болтовня, она убивает церковь. Но спасет церковь лишь возвращение к первоисточнику христианского учения, возвращение к Иисусу Христу. То, что называют богословы современные христоцентричностью. Слышали, наверное, да, такой термин? То есть Христа в центр поставить. Если Христос не в центре внимания церкви, церковь рассыпается. Даже сохраняясь, может быть, как многотысячная структура, как многоцерковная структура, но если Христос не в центре внимания, духовно она уничтожается, как бы система самоуничтожения. Иисус не может быть, и Он не согласится ни на что, ни за что, не согласится быть даже номером два в церкви. Даже вторым номером Он не соглашается. Его амбиции. Вообще, Иисус, Он глава церкви, вообще-то. И этого никто не мог отменить, хотя пытались таки, пытались многократно, многообразно. Наши западные коллеги, католические братья и сестры, в этом плане преуспевали, ну, братья имею в виду, преуспевали очень серьезно, провозглашая многие столетия, что глава церкви это Папа Римский. В средневековой Европе за утверждение, что Христос, глава церкви, можно было попасть на костер инквизиции. Там компетентные товарищи, из доминиканского ордена, вполне серьезно могли тебе объяснить политику партии и римского государства. В чем же она состоит? Что глава церкви это Папа Римский. А по-другому не сметь говорить. Вы знаете, когда в Англии Джон Виклифф, тогда простой католический священник, вдруг с кафедры в Линкольншире небольшой приход церковный, он провозгласил, что глава церкви Христос, многие англичане говорили, о, покойник. Еще жареным запахло в Англии, еще один костер скоро у нас разгорится. Понимаете ли, люди в страхе жили перед религиозной системой, которая утверждала, насаждала учение, что глава церкви, это Папа Римский, человек. И когда в 19 столетии, в конце 19 столетия на Первом Ватиканском соборе был провозглашен такой лжедогмат о непогрешимости Папы, друзья, это было вызовом к небесам. Ведь согласно этому догмату, то, что говорит Папа с кафедры, это является безошибочно, безгрешно. Друзья, это высший пилотаж человеческого заблуждения. О судах написано следующее в этом догмате, что если суд Божий решит грешника отправить в ад, а суд Папы решит иначе, то суд Божий должен подчиниться суду Папы. Вы знаете, я когда читал догмат, мне казалось, что я вспоминаю сказку Пушкина о золотой рыбке. И церковь мне напомнила вот ту старуху, которая хотела быть то дворянкой, то там еще, то значит там депутатши, то там то первая леди. А потом она сказала, вообще хочу быть владычицей и пусть эта рыбка будет у меня на посылках. А вот я пошлю, пошла-то туда, она идет туда. Но вы знаете, Господь на посылках не будет никогда. Да, Он долго терпит. Да, Он желание старухи выполняет порой. Церковь говорит, а вот пусть будет у меня то-то и то-то, Господь. Ну, хорошо, ладно, просишь, ладно. Но однажды даже у Бога терпение заканчивается. Он говорит, старуха, готовься, разбитая корыта. И для церкви есть лишь один путь. Боргом усмотренный путь это подчиняться Христу. Как церковь повинуется Христу. Написано в Библии, помните, да, в постании христианам церковь повинуется Христу. А дальше написано так и жены своим мужьям во всем. Для мужей это, для христиан, для мужей это, наверное, самое любимое место Писания вообще. Для многих. Или одно из самых любимых мест Писания. Для меня, по крайней мере, было так вот. Думаю, надо же, классно. Молодец, Павел написал. Наш человек. Понимал политику. И, значит, интересно, конечно, когда говорится, что жена христианская должна подчиняться мужу, да, вот то, конечно, и написано во всем тем более. Кошмар. Интересно. Я помню один анекдот, ну, или как говорят, притчу, да, неканоническую. Это меня поправили братья-писятники в одной церкви. Батюшка говорит, не забывайтесь. Это, говорит, неканоническая притча. Говорю, хорошо, окей, возьму на вооружение. Там смысл такой, значит, что, ну, как бы, врата рая, значит, приходят там мужчины и женщины к вратам рая, значит, как бы, значит, ну, представились братья, идут, значит, как бы в рай. И выходит Петр, апостол, с ключами, как полагается, значит, да, выходит и говорит, о, я вас приветствую, как говорится, you very, very welcome, пожалуйста, врата открываются вам, но давайте сделаем тест. Последний. Вот сюда, по эту руку от меня, идите, те пары, где жены своих мужей слушались, а сюда, где не слушались. И все побрели туда, куда, где жены не слушались. Все пары там встали. И только лишь одна пара туда, где слушались. Интересно. Петр подходит и говорит брату, слушай, брат, только честно, расскажи, как у тебя это получилось? Он говорит, не знаю, она сказала, иди сюда, я и пошел. И еще другую притчу помню. Могу подсказать адрес в интернете, там много таких притч публикуют. И, значит, там рассылочка есть интересная. И вот, значит, Христос говорит, я глава, я глава, я глава. А церковь говорит, а я шея. Куда хочу, туда и верчу. Это уже из черного юмора, наверное. Вы знаете, друзья, вот, дело в том, что в истории христианства, вот за 2000 лет нашей с вами истории, да, мы молодые верующие, значит, кто-то верит 5 лет, кто-то 10, кто-то 15, кто-то может быть 30 лет, не знаю, но вообще-то христианству, церкви, нашей с вами церкви, церкви Христа, уже почти 2000 лет. Так вот, за вот эти 2000 лет истории церкви, всей церкви, всей христианской церкви, больше было примеров, значит, а можно подключить, как бы, там, вот этим всем розеточку? А то моя православная батарейка очень слабая. Слушайте. И вот, значит, и, друзья, больше было примеров непослушания церкви. То есть, церковь не хотела слушаться Иисуса Христа. По разным причинам. Почему не хотела слушаться? Допустим, вот, Христос в Библии, Он сказал так, это записано у Матфея, 4.10. Да, по-моему так, 4.10. Сказано, Господу Богу Твоему поклоняйся, и Ему одному служи. Да? Это как кредо Иисуса Христа. Он это высказал однозначно. Но, одному ли Господу служит церковь? И служила церковь? Один ли Господь для нее является именно Господом? Ведь, на протяжении многих поколений, вот, воспитана, так была церковь, так вот, учили в церкви, в разных деноминациях, что, ну, помимо Христа, можно много кому обращаться, в общем-то, даже, даже, взять вот такой пример. Я вчера об этом рассказывал так более, так детально. Я надеюсь, что вчерашние получились диски, и, но я буду об этом еще раз говорить. И, особенно в субботу, более детально буду рассказывать, вот, на семинаре, как это все там появлялось. Из истории христианства примеры буду приводить. Но, вот, я расскажу следующее. Богословы, еще в средневековье, даже еще раньше, чем в средневековье, в древности, когда церковь вышла из-под поля христианское, они стали заявлять, богословы, что Иисус хорошо, молодец, но, кроме Христа, надо еще кого-то поставить посредником ходатаем. Надо еще кого-то сделать, как бы посредником к Богу по разным нуждам. женским вопросом, семейным вопросом, там, так далее. И сегодня во многих вот этих публикациях традиционных православных можно прочесть, какому же святому в какой нужде необходимо помолиться. И человек, заходя с улицы в храм, очень часто говорит, а какому святому свечку поставить, кому мне задобрить, кого ублажить, кому подмаслить, чтобы, значит, было у меня там в бизнесе или в семье, или где-то еще удача там, счастье там привалило и так далее. Дело в том, что дезориентированы очень многие в церкви, и сами же священники дезориентированы, не знают пути спасения. Настоящий православный ответ должен быть следующим. Одно лишь имя Иисус Христос. По-настоящему христианский ответом должен быть один ответ. Это Иисус Христос. Друзья, не может быть другого пути. Сам Он сказал Иисус, что Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только лишь через Меня. Некоторые говорят мне тут же вдогонку, но, батюшка, позвольте, это же протестантизм, это не наше православие. У нас вот так вот не принято. У нас Иисус, да, хорошо, молодец, но кроме Него еще много-много всего. Как вот некоторые говорят, священники говорили, что примерно так мне говорили, и говорят, что Библия хорошо, да, это здорово, что ты о ней говоришь, но кроме Библии у нас еще есть много-много-много всяких книг. И я сам такое слышал много раз. В 88-м году, когда я начал служить в православном храме, это было в Орловской области, в селе, я руководил хором, ну, как лидер проставления. Как вот здесь сейчас было проставление и девушки, да? У меня тоже в джазе только девушки были. Самая молоденькая была 65 лет. Девчата были. Вот, и а самая старшая была, я не помню, там 90, ну, почти 100 лет было. Она почти ничего не видела, ну, по-моему, даже не видела, я так подозревал, значит, вообще. Вот, значит, и самое интересное, даже не слышала, значит, но она пела. Ну, мы уважаем ее старость, как бы, значит, говорили, ну, хорошо, пойте. Порой все молчат, она поет, ну, ладно. Вы знаете, и мне очень понравился там батюшка, вот в этом приходе, почему я стал туда ездить, в это село. Этот священник, старенький, да, значит, значит, но, вы знаете, он молился, он любил молиться, меня подкупала его искренность, что он, знаете, вот, значит, если он, другие священники, я знал, в городских священников, ну, так вот, ну, как бы, он тарабара, тарабара, а сам, значит, умом где-то там гуляет уже, значит, и, как бы, и пьянствует и так далее, а вот тот священник, я видел, что он не пьет, не курит вообще, и он молится, это же имеет в виду, когда он читает текст молитвы, он именно это и имеет в виду, мне это очень понравилось, зацепил он, молодец, и я стал к нему ездить, и вы знаете, друзья мои, я однажды спросил отец Иоанн, говорю, вот, как вот быть, знаете, вот у меня много вопросов, у меня слишком много вопросов возникает в церкви, на которых у меня нет ответов, зачем мне, вот я не мог понять долгое время, почему мне нужно молиться, кроме Бога, кому-то еще, вот я вам честно скажу сейчас, мое христианство, слава Богу, зато оно начиналось в Библии, до прихода в церковь, я не знал никаких других христиан, но протестантов тем более не знал, но я читал Писание, это было сверхъестественным образом, Бог открывал мне Библию, и я читал Библию, я был художником, по образованию художник, художник-оформитель, и я через своих знакомых, друзей, художников, брал своего товарища, будем так говорить, тоже художника, я брал Библию, я читал Библию, и это была моя книга, это была моя книга, и я не знал никаких других верующих, и, кстати, моя первая Библия была даже не настоящая Библия, а книги по атеизму, я их читал, и там находил места Писания, и я вдруг понимал, что то, что написано было, и до того, и после того, это все ерунда на постном масле, это вообще не что это, а вот это настоящее слово, и там было сказано, так говорит Господь, вы знаете, Бог может говорить даже через коммунистов, не только через дослов, вы знаете, Бог может говорить как хочет вообще, интересно, и вот, а потом я все искал настоящую Библию, вот, и я нашел Библию настоящую, и в 86-м году, я помню, тогда за два года до прихода моего, вот, в церковь православную, я сказал Богу, что все, я готов даже оставить искусство, оставить свое ремесло художника, ради того, чтобы, на самом деле, я хочу служить тебе, я хочу служить, как написано здесь в Библии, мне было интересно, есть ли другие христиане, которые, значит, вот так же читают эту Библию, но я не знал таких верующих, просто-напросто, я не знал, был изолирован, как бы, вот, но, придя в православную церковь, для меня много вопросов было, и первый, один из вопросов, почему я должен молиться кому-то еще, ведь я же из Библии уяснил одну очень важную мысль, что, перед тем, когда же я начал молиться Богу, Бог уже совершенно знает, понимает то, о чем я буду молиться, и мне не надо напрягаться, не надо убеждать его, не надо там, в многословии, там, пытаться, что-то ему доказать, ему, убедить его, на свою сторону привлечь его, я должен расслабиться, и понимать, что он все знает, и так уже все знает, интересно, его не перехитришь, и, друзья мои, и мне показалось как-то немного странным, тогда еще я помню, зачем мне молиться там к Богородице, и вообще, вот как бы, даже странное название Богородице, оно немного мне как бы, ну, ну, нет такого, как она могла дать начало Божеству Иисусу? То есть, реформация у меня была с самого начала, будем договорить, но, в то время, в 88-м году, я принял такое решение, послушав священника, я принял решение, по сути, пойти за авторитетом церкви, к сожалению, я принял неправильное решение тогда в жизни, и оно, чуть было не погубило меня, это неправильное решение, чуть было не похоронило меня духовно, и только лишь в 96-м году, Господь вырулил мою жизнь, снова к Слову Его, снова к Библии, слава Иисусу, и, друзья мои, этот священник мне сказал однажды следующее, тогда в 88-м, он сказал мне, он сам был из Белоруссии, он говорил не Сережа, а Серожа, Серожа, знаешь, вот представь, ты самый умный, разве? Вот представь, 2000 лет церкви, и все поколения, богословов, святителей, там монахов, так далее, они вот так вот видели, все в Библии, и вдруг ты, оторванный от традиции, всякой христианской, вот ты, как бы вот, без году неделя, открыл, понимаешь ли, Библию, начитался, и все понял, конечно, превратно, и поэтому, это ты просто, ну, очень заблудился, тебе нужно покаяться, и читать Библию в традиции, а в семинариях, еще более громоздкая система, там объясняют, еще сложнее, очень модное слово, сегодня в семинариях, апостасия, и кто его, значит, он означает вообще, ну, говорят, отступление, ой-ой-ой, кошмар, очень мудро, все, конечно, закамуфлировано, и говорят так, в семинариях, по сей день порой, что вот так и так, мол, Библия, это святая книга, да, это даже супер, там, все, 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 но, какое она отношение, какое она отношение имеет к нам сегодня, непонятно, каким боком она вообще, как бы, в церкви, непонятно, она святая, да, но, как Ленин сказал бы, страшно далеки от народа, да, вот как бы, она святая, но, вот как бы, в то время, когда писалось Библия, было много, как бы, Духа Святого, потом меньше, еще меньше, вот апостаси, это означает, как бы, я так понимаю, что постепенное, как бы, ухождение Святого Духа, медленное такое, вот он не сразу, а вот так вот, как бы, так вот, вроде бы, он и здесь, вроде бы, уже его и нет, и вот, и он уходит, 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 с каждым поколением, все более и более труднее, христианам понимать Писание, понимаете, хитрость какая, какая глупость, вообще непонятно, вот и, но красивое оправдание нашли, да, хорошую религию придумали индусы, да, вот, значит, получаются, православные, и вот, и, вот, якобы, поэтому, чтобы мне, обывателю, понять сегодня Библию, я должен, прочитать отцов, ближайших к себе, к своему времени, потом, от тех отцов, прочесть, истолкование других отцов, более далеких, более древних, и дальше, и дальше, и дойти до Библии, значит, знаете, испорченный телефон получается, игра такая, религиозная, и смысл, вообще, прямо противоположный, прямо противоположно получается, кошмар, что же делать, сегодня, церкви, интересно, был такой мыслитель, и реформатор, Владимир Марцинковский, слышали о таком, наверное, записки верующего, потом, крещение детей, и православие, интересные статьи, писал человек, он, если вы помните, он жил, да, сто лет тому назад, уже, будем так говорить, в советское время, его посчитали опасным врагом, молодого советского государства, и его выслали из страны, без права возвращения, выслали, но он, как бы, не унывал, и, женился, на дочери, известного немца, по фамилии, Шумахер, но не гонщика, а археолога, который пол Израиля, перекопал в то время, и, вот, и, вместе с госпожой Шумахер, он поехал, значит, туда, в Израиль, и в Хайфе, организовал первую, мессианскую, еврейско-арабско-русскую общину, это было потрясающе, когда евреи и арабы, вместе проставляли Бога, там, в Хайфе, в портовом городке, это была сенсация, это было до Второй мировой войны, слава Иисусу, ну, меня вдохновляют такие примеры, и вот, значит, и вот Марцинковский, находясь еще в Савдепии, находясь еще даже в том, что еще не называл Советским Союзом, но потом стало Советским Союзом, и вот, и он встречался, разговаривал с людьми, проповедовал Евангелие, и вот, однажды, он проповедовал тем, кому было очень трудно проповедовать, это революционно настроенные были матросы и солдаты, и, как бы, они были и нетрезвые, и так далее, и классово настроенные враждебно весьма, и вот, значит, ну, он взялся им проповедовать, и вы знаете, Бог сохранил его жизнь, во-первых, а во-вторых, он сказал, вот вы же были крещены в православии, наверняка, вас еще пацанами в церковь водили, что ж вы теперь богохольствуете, и вот все вытворяете, что вы сейчас делаете, вы же Евангелие наверняка читали, а матрос один поправил его, кронштадтский, нет, господин, Евангелие мы не читали, мы целовали его, но не читали, и вот этот господин, пенсионер, стал объяснять этим революционерам, что же написано в той книге, которую они читали, целовали лишь, и вот, друзья мои, конечно, было большое удивление, был большой шок у этих людей, что же там, оказывается, написано, оказывается, написано, не как им казалось, друзья, в православии вообще, ярко выраженное внешнее, сильно внешнее почтение к Библии, наверное, как ни в одной другой динаминации, самый красивый внешний вот этот ритуал, преклонение перед Божьим Словом, внешнее, целование Библии, вынос Библии, я помню, дьяконом еще служил в 91-м году, перед тем, как меня рукоположили в священнике, я стал священником в сентябре 91-го года, а перед тем, служа дьяконом еще, накануне, по-моему, на преображении, не помню, мне доверили в Рязани, в соборе кафедральном, нести Евангелие, привезли специально, значит, древнее Евангелие, значит, из Госхрана, там было, насколько я помню, сейчас около 40 килограмм чистого золота, царского, там были камни, на нем были драгоценные, в соборе было много милицейских людей, которые охраняли это Евангелие, значит, его увезли после этого слова в бронированном автомобиле, это было с телевидением, все, и надо было нести Евангелие, не знаю почему, мне, молодому тогда дьякону доверили нести это Евангелие, и, значит, протодиагон сказал, ты главное не упади, не опозорься, главное не упади, ты, значит, держи, но с двух сторон еще подстраховывали ребята, и под дьякона, значит, ты, главное не упади, и должен еще торжественно нести, аккуратно, там, церемонии, значит, ну, вот это да, красиво, конечно, Евангелие, ничего не скажешь, никогда в жизни еще не таскал столько золота, и камней, да, надо было хотя бы там камешек, нет, вы знаете, друзья, интересно, когда, потом пронесся это Евангелие, все-таки не упал, даже еще хватило сил маленько еще, его приподнять еще, и даже что-то провозгласить, что-то еще, потом, уже обессиленно, я уже, с помощью этих деканов, других подошедших, положили это Евангелие, Евангелие, значит, на аналой, по центру храма, протодиакон, конечно, в тот вечер, это было вечернее служение, он очень красиво спел это Евангелие, он открывал это Евангелие, он пел так, самое интересное, потом, после, потом за разговором, значит, ну, после служения уже там, за этим делом, как бы, там, когда уже все декана, священники обмывали, как бы, это важное служение, было такое, к сожалению, и я тоже страдал бытовым таким алкоголизмом, тоже с другими батюшками, и, и, вы знаете, это, в разговоре я понял, что протодиакон ничегошеньки не понял, из того, что он прочитал, даже близко не понял, дело в том, что он перед тем тоже успел уже, как бы, как бы, как назвать это, ну, да, почему мне, акации доверили, собственно, как самому трезвому тогда, я же не знал все это предыстория, обе честно говоря, я не знал этого, это я потом уже узнал, уже в разговоре, приватном, и, вы знаете, друзья, я сейчас не осуждал тебя батюшу, я даже так скажу, что, то, что они там пьянствуют, и по сей день пару пьянствуют, это не от хорошей жизни, вы знаете, я вам честно скажу, это не от хорошей жизни, я скажу, что многие священники ищут Бога, вы скажете, как, в бутылке, порой и в бутылке даже, пытаются залить совесть, я священникам многим говорю, сейчас уже, сейчас, будучи сам освобожденным, от пьянства того, я не валялся под забором, но был зависимым, вы знаете, и я говорю священникам этим, что говорю, ничто вас не освободит, и никто не освободит, пока не будет примирения с Богом, никакие там, многие священники сегодня кодируются, зашиваются, что-то еще пытаются сделать, бесполезно, потому что спасение, оно лишь, в Иисусе Христе, в том, о ком они меньше всего подозревают, даже, что в нем спасение есть, а в нем, как раз, и есть спасение, и это не нарисованный Иисус, на религиозных комиксах, наших соборов, а именно, живой Иисус, живой, реальный, не виртуальный, друзья мои, и поэтому, я благодарю Бога, за эту возможность сегодня здесь проповедовать, и особенности за видео, я думаю, что все-таки удастся эта запись, и я прошу наших зрителей, в особенности, священнослужителей православных, сегодня отнестись к этим словам серьезно, я может где-то там говорю там с иронией, с шуточками, там прибауточками, но это не, понимаете ли, не насмешка, это не еродство, дело в том, что есть вещи, которые, ну по-другому, я не могу доносить просто-напросто, если говорить серьезно, то, я вам честно скажу, что можно с ума сойти просто-напросто, если говорить серьезно об этих вещах, потому что, я честно говорю, я переживал большие потрясения, тогда, 10 лет назад, и вещи, которые мне открылись тогда, мне было не до смеха, я вам честно говорю, мне было не до смеха, вот когда я понимал, стал понимать, в чем я оказался вообще, в каком болоте, будем так мягко, я оказался, мне было не по себе, мне было жутко, и, друзья, когда я вышел из русской церкви, многие священники говорили, ты с ума сошел, куда ты ушел, куда ты уходишь, благочинный, прямо в алтаре, мы с ним общались, он говорил, ты, дурак, прямо так сказал, ты дурак, люди рвутся на твое место, а ты, вот так вот уходишь, погуляешь, месяц-два, где-то, ты опять вернешься, по сектам своим, где-то, ты опять вернешься, опять будешь просить местечко, тепленькое, на что ты будешь жить вообще, у тебя жена, дети, вы знаете, этот священник, он не понимал меня, а я не понимал его уже, слава Богу, что я его уже не понимал тогда, знаете, как в разговоре, когда пьяный с трезвым разговаривают, и оба подозревают, что их собеседник как-то, ну, немного не так, понимает вообще, с точки зрения пьяного, трезвый дурак просто, и трезво смотрит на пьяного, вообще, ну, бесполезно, ему хоть кол чеши на голове, говори, он не понимает ничего, понимаете, в своем помазании каждый, вернее, как бы, в мазании или помазании, но, друзья, знаете, вот, пришло время, истрезвиться священнослужителям, и здесь, друзья, опять-таки, сам Господь Иисус Христос, конфликт в разуме прекратится, когда Христос имеет первую позицию в церкви, первую позицию в жизни личной, первую позицию в семье, тогда закончится конфликт, который вызывает стрессы, который вызывает вот эти все желания расслабляться каким-то другим образом непонятным, друзья, потому что, когда Христос приходит, это испытано, проверено, миллионами верующих, на разных континентах, в разных странах, в разных народах, в разные времена, абсолютно эпохи разные, и военные, и мирные времена, когда Христос занимает первую позицию, все приходит в порядок, в норму, слава Иисусу, и, друзья, вот, я вчера об этом говорил тоже, что, вот, у первых наших старших братьев и сестер, у первых христиан, первых поколений верующих, не было храмов красивых, да, не было ряс там, значит, один из критиков христианства тогдашнего, этот философ римский Цельс, он написал так, их жрецы, одеваются, одеваются, как простые рыбаки, он возмущался этим самым, понимаете ли, и потом, у первых христиан, первых поколений верующих, не было там красивых песнопений, там, у них не было храма, не было жертвенников, там, красивых таких, вы знаете, но у них был Иисус Христос, и этого было им уже достаточно, у других людей были храмы, были жертвенники, было все, дорогие облачения были, но не было и Иисуса, и все это было ничем, я однажды, еще тогда, еще в 88, я помню, или в 86, не помню, я читал, вот эти письма, переписку императора Трояна, с Плинием-младшим, Академия наук, тогда еще СССР, издал на русском языке, долгожданный перевод, переписки императора Трояна, и вот, такой хороший томик, и много интересных вещей, но меня интересовало отношение к христианам, и вы знаете, что, наместник, Плинии-младший, написал императору Трояну, примерно вот так, просто, я вам так, близко к тексту приведу, у нас, понимаете ли, храмы, у нас, понимаете ли, праздники, у христиан нет ни храмов, ни празднеств, но наши храмы пустые, а где весь народ? Народ у христиан, храмы даже не на что было уже реконструировать, ремонтировать, содержать не на что было, потому что, ну, пару бабушек пришли, овечку там закололи, и ту, такую худую, бледную, понимаете ли, а других храм не затащишь, даже по большим праздникам, и Плинии, этот младший, стал бы яснять ситуацию, почему же в его провинции вот такая ерунда, почему же религиозности на нулях, оказывается, верующие, но все у христиан, друзья, Христос привлекает лучше золото, Христос привлекает лучше всего, он самый красивый, он самый сильный, у нас время, наверное, уже все, да, подходит к концу, я так подозреваю, я хочу в завершение, в напутстве, или как в православии называется, отпуст, такой что ли, с чем у вас отпустить, чтобы не с пустыми руками вы ушли, хочу вам сказать одну важную вещь, однажды в моей жизни было чудо, а чудеса бывают, и я убежден, что каждый верующий, он обречен жить чудесной жизнью, если он с Богом действительно живет, не по наружку, по правдушному, он обречен жить чудесной жизнью, чудеса будут сопровождать, знамения будут сопровождать его жизнь, идти следом за ним, он даже будет не подозревать порой, они будут сопровождать его, как телохранители верные, слава Иисусу, и вот я, не зная протестантской церкви, евангельской церкви, мало зная православие, друзья мои, но, да, я служил в армии, я был в армии, это было, ну, советское время, понятно, но, друзья, друзья, не знаю почему, честно говоря, но в военкомате кто-то на моем деле меня забраковал, оказывается, и написал верующий, я не знаю почему, это я узнал потом уже, уже прослужив армию уже, при разговоре с прапорщиком, который был начальник секретной части полка, который потом стал диаконом православной церкви, а я был тогда священником уже, вот мы общались, и он говорит, а ты знаешь, тебя забраковали с самого начала, кто, я не знаю, он записал еще в военкомате, верующий, и все, ты был как бы, думаю, что же такое, все как люди, как люди служат, меня все как бы так, гоняют, ну, ладно, значит, и, ну, последних полгода моя жизнь была тюрьма, будем так говорить, меня все время сажали на гаупахту, мой родный командир был очень злым на меня, значит, и, друзья, хотя, я особо не проповедовал, но при случае я говорил тоже о Боге, говорил, значит, из того, что я читал, из Библии, вот, я не агитировал никакую динаминацию, абсолютно, значит, я просто говорил то, что я знал, и вот, но это было уже как криминалом, уже расценивалось, и вот, офицер этот, ротный новый командир, он был явно настроен против веры в Бога вообще, и, друзья мои, и вот, сажали меня постоянно на гаупахту, и однажды этот офицер был настолько обозлен, даже сажали за ерунду вообще, там у меня нательный крестик был, сейчас я не ношу нательных крестиков, значит, на мне сейчас вот этот крест, это как мой религиозный бейджик, все знают, что это батюшка, не нужно представляться мне, значит, это, священник, все, и, но это не талисман, это не оберег, это не то, о чем вы, может быть, подумали, я знаю, я Библию читаю тоже, что тот, кто в нас написано, тот, кто во мне, он больше того, кто в мире, никто на мне, а тот, кто во мне, это уже грамотно, и слава Богу, и вам того же, и тот офицер, друзья мои, он выступал против, не против крестика, нет, против Бога, и возлюбленные, и однажды он посадил меня надолго, меня не выпускали полтора месяца, и я жил в карцере, это страшно, вот те, кто был в карцере, те знают, что это нереально прожить столько, у нас в части был один узбек, два метра роста, кулаки, что моя голова, значит, и, значит, он прожил там две недели, выдержал, его оттуда выволокли буквально, то есть, его не хватило физической силы прожить там больше, это был рекорд части, две недели карцера, он был рекордсменом, я смог прожить там полтора месяца, почти, без двух дней, полтора, знаете почему, не то, что это крепкий такой, орешек, да, три или четыре там, а то, что Господь, Он крепость наша, и Он доказывает всем, что тот, кто уповает на Него, хоть немножечко, Он все, Он под крепкой Божьей защитой, слава Иисусу, и, когда месяц заканчивался там, моего пребывания, это было страшно, мне грозил срок, офицер обещал посадить меня, в дисбат, как минимум на полтора года, а потом еще добавил, еще через писаря, ротного, такую информацию мне, что живым-то оттуда не вернешься, устроим дембель ногами вперед, и вы знаете, я обидно было, за что, почему, на ровном месте, вообще-то, ну, несправедливо, но этот офицер был очень крутой, блатной, его родной отец был командующим военным округом, генерал-полковник, он был старлеем, а его отец был генерал-полковник, его тесть был прокурором по Московской области, где я служил тогда, это была элитная семья, и идти против них было безрассудство, но не я, кто я был в их глазах, ничто, и звать никак, и, но, друзья мои, но слава Богу, что Бог заступился тогда за меня, и вот, когда месяц заканчивался, после там пребывания, я видел видение, вначале подумал, что-то, наверное, с головой, видимо, на самом деле, что-то произошло, потому что стенка пропала передо мной, я перестал видеть эту стенку, и вместо этой стенки вижу много яркого света, который не резал глаза никак, и это не просто свет, в этом свете еще свет, и это Иисус, и он шел и улыбался, это не иконный Иисус, это не такой доморощенный религиозный Иисус, которого вывешивают на стенах храмов, это Иисус живой, и он улыбался, и он шел, вроде как обняться хотел, и чем ближе подходил, все кипело внутри, и понимаете, я так скажу вкратце, знаете, друзья, он перестал быть видимым, когда уже близко подошел, может, как оператор вот сейчас, вот, значит, перестал быть видимым уже, и вы знаете, но внутри, внутренности мои так же плавились, я понимал, он здесь сейчас присутствует, просто перестал быть видимым, чтобы я не ушел сейчас прям, не кинулся к нему туда, и вот, что произошло, последних там две недели мне оставалось жить, в этом, в этом, помещении, как грузовой лифт такой, такой холодный, значит, мешок каменный, цементный, и вы знаете, что, и это были дни, это были две недели нескончаемой радости, я когда освобождался из армии, а я таки освободился из армии, не увольнялся, мой дембель был вот такой, интересный очень даже, значит, дембельский альбом заканчивается решеткой, но не ногами вперед, я ушел на своих двоих, из армии, тот офицер, кстати, к слову, тот офицер, он ушел из армии ногами вперед, его дембель был ногами вперед, и не спасло ни его положение, ни его связи, ни его блат, я не хотел ему это смерти, я не желал ему зла, Бог свидетель, но Господь решил, он рассудил между нами тогда, и вы знаете, друзья, когда меня держали там еще, я думал так, и я был радостный, вот я спасибо говорю вам за приглашение, пастор Николай меня там поместил в гостиницу очень хорошую, у меня там сауна есть, бассейн есть, как белый человек живу, и вы знаете, ну очень хорошо, было еще, у братьев там у них чудо, это как называется, кровать, которая сама с собой вот так вот, тебя массажирует, значит, ты лежишь просто балдеешь, и все, расслабляешься, тебя вытягивает, как удава, значит, в разные стороны, ну вообще замечательно, да, но, и я у вас чувствую очень даже хорошо, на все сто, наверное, но, но вы знаете, что, тогда там, я чувствовал себя тоже очень хорошо, даже еще лучше может быть, знаете почему, хотя не было, внешне все было так же ужасно, но с Господом, друзья мои, с Господом, самый лучший отдых, с Господом, вообще самое лучшее расслабление, с Господом, ну все, было другое, я не хотел есть, не потому, что, как вот по старой русской пословице, лошадь говорит, только привыкла не жрамши жить, и сдохла, говорит, такая привычка плохая, это два мужика, как бы, рассуждают, про лошадь, говорит, представляешь, Петрович, только привыкла не жрамши жить, и сдохла, говорит, вот, и, но, когда был там Господь со мной, вы знаете, не хотелось есть, новая рота заступала в караул, а у меня, как угоем плены, вот это все было растянуто, и я пытался серьезное лицо изобразить, видимо, плохо получалось, он со стороны скажет, ну, либо, наверное, парень, все, наверное, уже все, уже поехал, дембель, начался, ну, вы знаете, что это, мне было хорошо, вот честно говорю, я себя еле сдерживал еще, а, наверное, поэтому они быстро уходили, эти офицеры, чтобы мне не наброситься, не обнять кого-то из них, мне хотелось, чтобы они почувствовали, что я почувствовал, и вы знаете, присутствие Бога, оно не выветривалось из этого помещения, а абсолютно не выветривалось, слава Иисусу, друзья, Бог благой, Бог наш возлюбленный, Он наш творец, и Он никогда не бросает своих детей, Он никогда не оставляет своих детей, Он никогда не скажет тебе завтра все, прощай, между нами все кончено, Он никогда не скажет тебе все, я забыл тебя, друзья, Он на дланях своих начертал наши имена, Он очень сильно вписал их гвоздями, голговскими, и ничто не разлучит нас от любви Божьей, Благой, совершенный Господь, я благодарю Тебя за этот вечер, за Твое святое присутствие здесь, среди народа своего, я благодарен Тебе за эту возможность сегодня говорить к Твоим детям, к моим братьям и сестрам, и надеюсь, Господь, сегодня этот вечер был благословением для всех нас, как для нас, так и для Тебя, надеюсь, Господь, что Тебе тоже было хорошо в нашем присутствии сегодня, как нам хорошо в Твоем присутствии, Господь, да будет благословенно и проставлено великое имя Твое, благослови нас в течение этой недели, Боже, в этих встречах, в этих передачах, в семинарах, в служениях, Боже, взаимно назидаться, наставляться, Господь, Боже, и пусть Твое великое имя будет проставлено здесь, слава Тебе, Господь, за все, во имя Ишуа, во имя Иисуса, Аминь. Я вас благословляю стихами, как и вчера благословлял, благословением Аароновым, из книги «Чисел», из шестой главы, стихами благословения Божьего, то, что Бог повелел Моисею передать Аарону и его сынам, чтобы они именно этим благословением благословляли сынов Израиля. И это благословение я буду петь на вас и на детей ваших, на семьи ваши. Эту песню я буду петь сейчас на еврейском языке и на русском языке. И я хочу петь это благословение вашу судьбу, вашу вечную судьбу, вашу земную судьбу. Это благословение Божье. Среди нас, может, не так много евреев по крови, но, друзья, по нашей общей вере, в нашего общего Спасителя Иисуса Христа, мы наследники великих благословений Библии, великих благословений Бога. И пусть Бог благословит нас. Аминь. Давайте встанем, возлюбленные. И еще, с какой бы ты семьи не был, какое бы, может быть, даже плохое наследие не было бы у тебя в судьбе твоей, какое бы родовое проклятие не висело бы дамокловым мечом над твоей семьей. Господь, Он обещается снять эти страшные мечи, эти страшные проклятия. И Он снимает их такие. И Он освобождает. Я вчера об этом немного сказал тоже, что в моей семье была очень сложная ситуация. Мой дедушка репрессировал многих верующих людей. Он служил верой и правдой тому государству, которого сейчас уже нет. Он верил в те идеалы, в которых разочаровались сегодня миллионы людей. Но он верил тем идеалам. Бабушка говорила, что верил очень фанатично. И когда Сталин его прислал сюда, в Прибалтику, наводить советские власти, наводить советские порядки, он очень жестоко поступил с многими очень семьями. И он много зла причинил этой земле. Про Талин я мало знаю, но я знаю, что он очень много сделал зла в Риге и вообще по Прибалтике. И, друзья, я был внук того, кто много зла сделал этой земле. И в моей семье было проклятие. Страшное проклятие. Внешне все было хорошо. Но мы жили в проклятии. И я умирал. 13-летним мальчиком я умирал от двусторонней пневмонии. Но эта смерть была к славе Божьей. Потому что Господь меня воскресил тогда. И Он дал мне пережить первый раз в жизни прощение, покаяние, прощение, возрождение и исцеление. И я знаю, что спасешься, и ты сам и спасется дом твой. Я знаю, что какая не была бы наша судьба на истории нашей семьи. Какие не были бы злодеяния, может быть, в нашей семье, в наших семьях. Грехи, пороки. Есть Бог на свете. Жив Бог. Который исцеляет, который освобождает, снимает страшное ярмо. И я буду петь это благословение. Кто бы то ни был, какова бы ни была твоя судьба до того момента, когда ты встретился с Богом. Может быть, даже до сего вечера. Какая не была бы твоя судьба, зная, что Бог снимает страшные бремена. Бог снимает. Или же по-еврейски буквально звучит как стирает, вытирает. Этого не остается вообще. Это стерто. Это уничтожено. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok